Всем привет, наши дорогие подписчики и зрители канала! Если не подписаны, то прямо сейчас нажимайте на эту красную кнопочку, нажимайте на колокольчик и следите за нашими путешествиями, путешествуйте вместе с нами. Мы сейчас находимся в Турции, провинция Алания. Здесь мы уже, вообще в целом, в Турции чуть больше месяца. Мы сменили уже три жилья, и мы путешествуем не одни. И мы путешествуем с детьми. Мирончик самый маленький, Артемка и Родионка. И сегодня мы вас приглашаем в новый выпуск. Мы едем в центр Алании, там безумно красиво. Первый выпуск центра Алании вы можете посмотреть по ссылочке под этим видеороликом. Сегодня будет для вас максимальный контент, я постараюсь сделать съемки насыщенные. Ну, в принципе, как и обычно, кто давно смотрит, знает, что я очень стараюсь. А вы поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарий и погнали. Мы живем вот в этом вот комплексе My Marine. Где видите, балконы, лодочка. Комплекс сделан типа в стиле кораблей, там такие подъезды интересные. В комплексе есть все. Теннисные корты, хамамы, бассейны. Вот, ну такая инфраструктура отельная. Вот, и там не скучно даже, когда на улице идет дождик. До моря от комплекса буквально пройти метров 200. Ходим туда теперь постоянно, вам его показываем. Выпуски с этого жилого комплекса, обзор нашей квартиры. Также смотрите по ссылочке в описании под этим видеороликом. Мы сейчас двигаемся, значит, в сторону Махмутлара. Там есть банкоматы. Нам нужно снять деньги, потому что у меня только собой наличных 90 лир. А такси в центр Алани, здесь от Махмутлара, нам выходит 100 лир. Ну, почти 100 лир. Поэтому я боюсь, что мне снова не хватит. В тот раз мы ездили, мне не хватило. Мы подъезжали в банкоматы, я снимал деньги. Не совсем как бы удобно. Лучше пусть они у меня будут. Буду снимать в таком банкомате. Не знаю, сколько будет комиссия. Сейчас посмотрим. Снимаю я обычно с карты Тинькофф. Вообще в разных банкоматах снимал. До 400 лир. Обычно комиссия 90 рублей. Но нет. Снимать с этого банкомата я не буду. Думал, сниму сейчас 500 лир. Омни написал комиссию 10%. То есть 50 лир. Это порядка 300 рублей. Неточка, сейчас дойду до другого банкомата. Мы решили доехать, в общем, до центра. Надеюсь, нам хватит. А такси здесь вызываются вот такими банками. Просто нажимаешь кнопку и ждешь. И буквально через несколько минут подъезжает машина. Тут подъехало такси наше. Только почему-то оно вообще с другой стороны. Ну, мы ему рукой махнули. Сейчас вот, наверное, развернется. В общем, таксист остановил нас возле банкомата. Я снял деньги. Снял 500 лир на этот раз. И думаю, что комиссия не будет оказываться. Комиссия оказалась 90 рублей. Мы приехали. Нас такси высадило. И здесь, смотрите, есть, значит, вот такой вот фаникулер, который отвезет нас на самую вершину горы, где крепость, которую мы как раз на кораблике огибали. И выпуск можете посмотреть в описании под этим видео. Я не знаю сейчас по цене. Настенька предлагает вообще прямо сейчас поехать. Не затягивать. Вот, давайте, в общем, сейчас пройдем. Узнаем цену. Сколько это стоит. Вообще, сколько будет стоить на детей. Вообще, пусть это с коляской. И пусть это ли вообще нас с таким малышом. Вот, сейчас пойдем все узнавать. Здесь нужно в масках. Так, сейчас я немножко прервусь. Стоимость билета для взрослого в оба конца 40 лир. Стоимость билета для детей в оба конца 26 лир. Для взрослого в одну сторону 32 лир. Так, время открытия 9.30. Время закрытия 18.00. Так, мне сказали 130 лир. Оплачиваю карты. Хикс. Сейчас не знаю, надо высчитать. Будем ли... Заплатили ли мы за детей. Но спросили, сколько лет. Все, мы заходим. Настя тут фотографирует. Ваши. Стоп. Ваши. А, смотрите, тут еще есть по-русски. Вот. Нам все тут развернули. Класс. Вот так вот. Все, что здесь есть. Пещеру можно сходить. Мечеть. Канатная дорога. Пляж Клеопатра. Чуть позже мы с вами отправимся. А пока будем на подъемнике. Так, пойдемте, пацаны. Честь, внимание. Так, Артем, подожди. Так, я проскочил. Артемка. Прошел. Родионка. Прошел. И Настенька прошла. Все, пойдемте. Я очень надеюсь, что... Не балуйтесь к моим, подойдите. Я очень надеюсь, что нам дадут отдельную кабинку. Хочу показать, как, смотрите, ее обрабатывают. Перед тем, как заходят люди, туда выпускают какое-то средство. Вот. И поехали. То есть для одной семьи. Сейчас подъедет наша кабинка. Я вам покажу, как это работает. Классно. Слушайте, современные кабинки. В каждом кабинке должно находиться не более 8 человек. На русском, на английском и на турецком написано. И вот, смотрите, сейчас как обрабатывать будет эта штука. Прикольно. Залетаем. Мы залетаем с Родиончиком. Ой, с Мирончиком. Чикс. Пацаны. Спасибо. Все, здорово. Наша семья одна здесь. Он сказал, не надо. Видно, чтобы вместе не сходить. Так. И все. Сейчас я буду показывать вам шикарные виды. Закрылись двери. Мы начинаем подниматься. Впереди нас ждут шикарные виды. У-у-у, какой кайф. Все, мы поехали. Мирушка, ну ты путешествуй не понял. Да, Мирончик. Где уже только не шарапался. Станция. Отъезжаем сейчас. Смотрите, пальмочки. Если на розах утр поднимаешься, там все такое уже, так сказать, зимнее. А здесь ты поднимаешься, у тебя пальмы, у тебя прям вот море. Вот он пляж Клеопатры, который когда-то был подаренный. Но мы туда с вами зайдем. Сейчас здесь во всех скверточках походим. Ух ты, ну и все. И какие виды. Да, классно, да? Обалдеть. Так, здесь парковка. Ну и самое главное, конечно, какие открываются виды. Дикие пляжи. Люди купаются. Вот он пляж Клеопатры. Сверху. Какой цвет моря. У-у-у, обалденно. Какой цвет воды. Как мы вплотную проходим с камнями сейчас. В горах прям дома стоят, а ты на подъемнике боишься. Ох, еб ты мой. Сядь, сядь. А почему так шатануло нас? Ну вот всех так шатают. А, она остановилась, потому что... Нельзя вот скакать. Ничего себе. Я пытаюсь сесть. Канадка в момент останавливается. У нас кабинка начала прям расшатываться. Если не писать, вставать нельзя. Ничего себе. Обалдеть, вот это да. Сядьте правильно. Покажу вам с этой стороны вид на Аланию. Вон она гора, я люблю Аланию. Пляж, какой потрясающий пляж. Вот сюда песочек вообще вроде как, я читал, он был завезен. Когда-то очень-очень давно. Море его, конечно, смывает. Но это неважно. Потому что какой тут цвет воды, я не знаю. Нет, это, кстати, вообще с западом Крыма даже не сравнится. И сколько, да, и сколько людей купаются. И, конечно, мы сегодня вместе с вами, я, наверное, даже разрешу детям тоже окунуться. И мы покупаемся. Ой, будет невероятный сегодня выпуск, поэтому не переключайтесь. Смотрите, какая красота. Подъемники, кстати, мне кажется, что они едут гораздо медленнее, чем едут розохуторские подъемники. Да, мне тоже кажется. Да? Чтобы, видимо, наслаждались видом. Ну да. Смотрите, как здорово. Обычные дома людей. Люди просто живут, и как для него они к туристам едут. Убляж. Я хочу туда. Я все. Я очень хочу туда. Уже ничего нельзя. Уже свечу, я свечу, я там свечу. А вон заснеженные шапки нам открываются, посмотрите. Значит, мы сейчас, когда поднимемся на гору, там вообще будет красоты. Смотрите, вот здесь вот по этим тропам можно взять и походить. Я там видел байк. Вот он стоит. То есть люди сюда прямо на мотиках приезжают и, видимо, спускаются на дикие пляжи. А мы тем временем уже подъезжаем на конечку. Сейчас мы будем выходить. Смотрите, какие сосны тут. Лесок вообще потрясающий. Здесь, наверное, сейчас такой будет воздух великолепный. Еще раз покажу вам с кабинки вид на Аланию, на пляж Кляпатры. Ну и, конечно же, сейчас мы будем наслаждаться этим видом уже не с кабинки, а с высокой точки. Точки с горы. Все. Подъезжаем, одеваем маску и выходим. О, какой был стук. Все, мы выходим. Давай. Фликс. Ага, пацаны. Все, друзья, мы начинаем с вами наше путешествие по замечательной тропе. Здесь, смотрите, есть антисептик. Можно даже пшикнуть. Вообще в Турции везде есть антисептики. Дезинфекция и погнали. Хочу сразу интересный момент вам показать. Хоть и турки любят мусор бросать везде, везде мусорно, но вот в каких-то таких местах везде стоят раздельный мусор. Причем у нас обычно 4 бака, да, а здесь их аж 6 баков. На всякие разные делятся. И сразу вот прям мгновенно по минусам, по минусам, здесь нету никаких этих рельсов для коляски. Можно спуститься сюда. Спустимся, наверное, в конце. Не знаю, что там конкретно находится. А пока будем подниматься вверх туда, сквозь вот эти вот прекрасные сосны. Сосны и камни. Все, начинаем двигаться. Буду постоянно прерываться, потому что мне нужно поднимать колясочку. Опа! С нашим маленьким ронтиком, да, мой хороший? Вид. Мы вчера гуляли вот в этой части. Обязательно выпуски посмотрите. А сегодня мы вот в этой части. Да, что нету рельсу, это, конечно, печально. Ну ладно. Вот так вот. Опа! Опа! И мы попали получать, смотрите, на первую смотровую. Здорово, что здесь, по крайней мере, везде курить запрещено. Мне кажется, что это вообще какая-то охраняемая. Да, это, наверное, национальный парк. Ну, и, конечно, какие виды. Ну да, отсюда открываются виды уже на заснеженной шапке. Причем на большое количество воздуха вот этих еловых деревьев. Вау! Ну и вот она уже у нас, крепость видна. Почти подошли. И здесь, конечно, гулять можно вообще целый-целый день. Да, вот отсюда, смотрите, уже открывается вид на эту крепость. Сейчас обязательно туда будем проходить, получается, мы вовнутрь. И здесь такая уже смотровая дельная, где открывается вид на маяк. Ворота в порт Алания. Вон там вот Махмутлар. Великолепные шапки снежные. Красотища. И сосны. С тишками. Фух, мы делаем привал. Привал делаем, потому что мы устали подниматься. Находимся уже наверху, отсюда открываются нереальнейшие виды. Мирончик проснулся, Настенька несет Мирона, я несу коляску. Замечательное, замечательное путешествие. Есть бинокль, можно закинуть одну лиру. Вот, закинуть одну лиру и посмотреть сюда вот. Чикс, ну увы, лиры у нас нету. Мы не стали, знаешь, чудо. Игра, я люблю Аланию. Посмотрите, какие виды. Просто потрясающе. Вот она крепость. Прям забор получается. Я не знаю, может это спускаться. Нельзя тут спускаться. Красотища. Это можно просто подняться с вами в гору и вот здесь просто смотреть рисование. Так, пацаны, взяли лирку, засовываются. Чикс, ну давай, смотри. Ну что, видно? Ну как ты так-то? Как его с его ростом? Дай, подожди. Это, короче, не для коротышек. Ну там вообще толком. Ничего не видно. Не работает? А оно вообще в обратку бьет. Ну вот, если только одним глазом смотреть, я вот вам покажу сейчас. Только тут один глаз. Вот так вот. Вот такие виды открываются с этого бинокля. У нас буквально 5 минут перерыв. Мирончик ушет, и мы будем подниматься дальше, заходить уже непосредственно сюда, в крепость. Вот вход. Время начала работы в 9.30. И в 18.00 закрытие. На русском здесь уже не написано. Написано на турецком и на английском. Вот, пожалуйста, ворота. Сейчас подождем всех. И будем уже непосредственно делать туда восхождение, на эту гору. В нашем случае действительно восхождение, потому что двое маленьких. Один вообще самый маленький, очень маленький на ручках. И плюс на моих ручках коляска. Хорошо, что у вас хотя бы здесь ручка трансформируется. Мы вот так вот, оп, закидываем коляску на плечо и начинаем подниматься в саму крепость. Сколько ей лет, Настена? Я ничего не изучила. Не изучила? Я потом пост напишу в инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, он будет вот здесь, славик, вот книжек. Да, хорошо. И значит, мы сегодня вместе с вами будем не историю изучать, а просто наслаждаться этими невероятными историческими сооружениями, крепостью, видами. И просто охотяхать, как мы любим. Чуть-чуть поднялись, здесь очередная смотровая площадка, а далее вход, вход куда-то. Ну, пойдемте. Надеюсь, камера вам всю красоту будет сегодня передавать. Идем пока по таким древним лабиринтам, передвигаемся, как раньше передвигались в древность. Посмотрите. Посмотрите, тут такое защищающее. Видимо, окно здесь, когда-то стволы, наверное, стояли. И мы просудим камеру и посмотрим, что там. Прикольно. Артем, не дергай, пожалуйста. А можно вообще просто посмотреть вот отсюда, через сетку. Но мне кажется, такой пролет в эту дыру был гораздо интересней. У нас самый отважный это Родион. Он вперед, он бежит, бежит, бежит. Опа. Так, здесь немножко можно покатить. Фух. Артем. Да, все равно детки на глаза попадаются на другие, но нам как-то особенно тяжело. Кстати, здесь вечером, когда темнеет, здесь очень интересно, потому что зажигаются вот эти вот все подсветочки. Видите? Здесь своя атмосфера. Постоянно про это, в принципе, говорю, что на любом месте нужно бывать как утром, так и обязательно вечером. Ух ты, какой тут сильный ветер-то подул. Гляньте, есть лавочка. Камни так, ух, арка. Смотрите, из красного кирпича. Так, и мы попадаем, походу, уже на шикарный вид. Сейчас осталось пройти вот в эти ворота. Я напомню, что работа здесь все до 18.00. Если вы здесь будете, особо, как говорится, не загуливайтесь. Везде эти предупредительные таблички. Ой, какие виды. Какая красота. Ну да, здесь, видите, мы сначала бесконечно поднимались. Теперь, видимо, нам придется бесконечно спускаться. Вот, Настенька правильно говорит, что если сравнивать с судаком, а есть отчасти похожа вся эта история на судак, здесь оборудовано все настолько безопасно. Вот кто был на Генуэзской крепости, особенно кто прям вглубь уходил, там обрывы с этих скал. И как бы упасть может каждый, как говорится, каждый желающий. Никакой безопасности. Ну и просто, как говорится, только деньги берут. А здесь, получается, вход гораздо дешевле. Ну и качество прогулки вы сами можете заметить. Так что, если вы будете здесь, то обязательно посетите это место. Стоит, ну, реально, копеечки. Вид на пляж Клеопатра. Красота. Так, все тут с Мирончиком угорают. Что такое маленький? Уже путешествие. Да, уже путешествие. Машаллах, машаллах. Это как бы, чтобы не сгладить, они как говорят, ой, боже, как у нас там, да? Ну что-то такое, вот восклицание. И чтобы не сгладить, как бы, типа, вот. Здесь, смотрите, есть ресторанчик. Ресторанчик, да. Кардения. Кардения. Ресторанчик. Так, хочу показать вам вот эти вот кактусы. Причем кактусы эти, видимо, настолько старые и настолько древние, что на них даже называемые вандалы, видите, расписывают их именами. Ну, блин, очень обидно, конечно, когда краской, когда в скалах что-то рисуют. Здесь был Вася типичное. Это, конечно, неправильно. Никогда так не делайте. Берегите такие исторические постройки, да и в принципе берегите природу. Так. Забор. Представляете, когда-то здесь раньше стояли солдаты и оберегали эту землю. Да. Здесь, видимо, какие-то кассы. Летом, может быть, здесь дополнительные проходы оплачиваются, что, конечно, навряд ли. А, смотрите, это музей. По-русски здесь нету, но вот, видите, музей. 600 туристских лир. Музей МПАС 360. А, на 7 дней. Это абонемент, в общем, на 7 дней и на 15 дней. Вот так вот. Какие ставни грязные. Здесь не пойму, что это тоже кафе какие-то или какие-то номера с гостишками. Непонятно. Кошек очень много. Турки очень любят животных. Особенно кошек. Все, у меня здесь так домики им тут так строят. И кактусы. Я кайфую от этих кактусов. Вообще, первый раз в жизни такие кактусы увидел в нормальной, дикой, так называемой природе. А вот кто-то даже, видимо, сюда на байках заезжает. Как говорится, да? Я как уже говорил, по-моему, в выпуске. Неизвестно, кто застройщик. Но застройщик очень молодец. До наших дней все сохранилось в таком классном виде. Так, вот, видите, может туда вниз пойти. А можно... А можно пойти туда дальше вверх. И судя, кстати, смотрите вот по этим манекенам. Здесь, походу, открываются какие-то еще палаточки. Но это, конечно, видимо, функционирует в сезон. Мы решили прочувствовать себя воинами того времени. И спуститься сюда вниз. И попробовать подойти прямо к стене. посмотреть, какая здесь будет красота. Ну, а она действительно будет. Да собака там. Ух ты. Спрыгиваем. И двигаемся. Местенка. Ух ты. Ух ты, ух ты. Вот лесенка, если что. Вот тут есть лесенка. Ну что, пацаны, почувствуйте себя воинами. Воинами того времени. Представляешь, Артем, раньше вот здесь вот стояли воины и охраняли турецкую землю. О, корабль отходит. Посмотрите, какой лесок. Какая тут красота. Да. Класс. Можно даже вот сюда подняться. Очень-очень аккуратно. Там вообще какие-то решетки установлены. Ходить нужно максимально аккуратно, Артемка, чтобы не дай бог не упасть. Здесь, конечно, вот видите, прям отсюда начинаются. И все, и пошел обрыв. Поэтому, конечно, за детворой нужно следить. Здесь, да, Родька, не думай-то наступать. Ты чего? Так-с, мы, значит, поднялись. Оттуда снова по ступенькам. Здесь есть указатели, смотрите. Правда, по-английски, по-турецки. Оно вот канатка туда. Что такое костлей-то что? Не знаю. Значит, налево мы идем, идет Олд Базар. Мечеть. И что-то еще. Ну, пойдемте. В любом случае, нужно посмотреться, осмотреться. Родиону, конечно, вообще не дают покоя эти кошки. Он в жизни, наверное, не видел такого огромного количества кошек, да? Да, Родион? Да. О, вот так. Сюда вот так на машинах. Я не пойму, неужели это действительно какие-то частные дома, где можно также снять какую-нибудь квартиру и пожить? Вот с земли, то есть снизу, да, с моря, видна эта вот эта плотная застройка. Колоритные ковры. Видите, тачки так вот припаркованы. Местные жители. Не знаю, здесь они что-то продают или продают. Ну, скорее всего, да. Вот здесь соки, воды, сумки, сувенирчики, шляпки, плачушки. Вот. И дальше идет... Родион, прекрати, пожалуйста. Дальше идет историческая мечеть. Каких годов эта вся красота. А вот там вот наверху, видите, установлены микрофоны. Это вот как раз молитва издается на всю Турцию несколько раз в день из всех мечетей. Я, конечно, вообще не знаю, можно ли туда заходить. Так, а вот Артемка правильно показывает карта. То есть мы вот отсюда поднялись сюда и как-то, походу, вот здесь вот мы путь держим. Да? Пока здесь седло. Вот, мы вот тут стоим. Вот, да? Да, он большущий. Здесь, говорю, здесь можно гулять, гулять, гулять. И, походу, даже можно спуститься вот сюда, кстати. Вот мы на корабле проплывали их. Красной башни. Подойти так не тоже можно. И прям там спуститься. Еще указатель возле мечети. То есть направо, вот они по цифрам ориентироваться. И если пойти налево. Вот, кстати, тут вот тоже есть, соответственно, туалет. Здесь возле мечети. Причем мы не видели. Артем говорит, пап, смотри, это что? А здесь, походу, кладбище. Причем, смотрите, годы жизни. Начало 1308-й, а завершение 1963-й. Это либо вот, смотрите, 1892-й. 1981-й. Вот, то есть это настолько древнее кладбище. Обалдеть. А здесь слева сразу идет галерея. За забором, кстати, тоже кладбище. Так, вот, видите? Здесь тоже. Это, да, как она выглядела в те годы. Вот это, видите, как погубило. Вот это, страшная башня. Видите, как все люди погубили. И если здесь понимать, конечно, английский и турецкий, здесь, конечно, можно все это почитать, изучить. Ну и вечером, соответственно, если вы приедете, чуть стемнее, то здесь вот все подсвечивается. Поэтому не переживайте. Здесь гулять в вечернее время комфортно. После вот этой картины галереи начинается базар. Проходим вот так вот. Такие ворота. Ух, здесь опять продувной ветер. Надеюсь, вам слышно меня. И вот такие вот бутики установлены прямо внутри крепости. Такая вот тут обстановочка. И причем написано на некоторых бутиках по-русски. Вот, например, турецкие сладости. Видите? И магазины, да, вообще в самой прям крепости находятся. Смотрится, конечно, это очень впечатляюще. Класс. Здесь вот в основном сувениры, чемоданы, ремни, чуть-чуть одежды. Вот, вот так вот смотрится этот рынок. Продолжаем подниматься. И вот здесь как раз, видимо, история этого рынка. Есть, видите, даже вот такие вот внутри помещения. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Да. Асфальт, конечно, здесь. Асфальт. Покрытие такое печальное. Надо было с собой брать слинг. Коляску оставлять внизу. Вот. И уже, чтобы он ехал в слинге. А мы слинг забыли, к сожалению. Опа. Покажу вам. Смотрите, какие штуки здесь еще есть. Может быть, это тоже как-то будет потом для рынка, когда восстановлют. Но пока это стыд от такого вот отцепления. Сделаны подборки, подпорки. Видимо, это все дело под реставрацией. Так уж. Так. И очередная табличка. Что куда идти. Кафе, которое тоже находится вот в таком вот здании. За вот этой вот постройкой получается. Да, все находится, конечно, в таком состоянии. Сохранилось. Я считаю, что великолепно. Кулет, ауна, турн. Так. Да. И вот поднимаемся дальше. Но вот здесь уже сделано хорошо. Досточки, досточки. Катить коляску удобно. Но единственное, что нет никаких рельс, чтобы ее заводить. Не очень-то это и удобно. Такие виды. Еще могила. Здесь очень много могил. Вот этих древних сохранений. Да, здесь вот можно походить. Вот по вот этим проулочкам, по улочкам. Поизучать. Поднимаемся дальше. И попадаем. Вот такой вот сосновый лес. Сейчас полно лавочек. Можно, конечно, отдыхать. Да, смотрите, какая красота. Генуэзская крепость, конечно, рядом не стояла вообще. Здесь целый город. Вот если... Если Генуэзская это просто как бы крепость, то вот это, друзья мои, здесь целый город. Здесь входи, балукай на разные улицы. По всяким указателям. Ходи по всем вот этим вот табличкам. Да. 24-е. Вот смотрите, как на мыс хамелеон похож. Вот мы его на катере проплывали, уплывали прям. Я бы, конечно, хотел сюда пешочком сходить. На самый-самый нос этого скалистого мыса. Вот здесь вот проходим. Вот прям явно какой-то частный дом. Смотрите, у них растут лаймы. Под ногами раздавленные оливки. Здесь повсюду идешь и везде растут оливки. Вот. Такое созревшее уже. Вон их. Видите, сколько черных наверху. Это черные оливочки. Вот. Лежит одна. В целом, вообще, мы по незнанию, да, получается, купили билет, то есть, наверх и вниз. А вообще, по идее, можно было бы вот сюда сейчас дойти, здесь еще походить, спуститься туда вниз, вот сюда подняться и отсюда прям поехать на такси. Тут даже есть... Тут даже есть банка вызова. И все. А сейчас нам придется идти, как бы, обратно в сторону канадки. Поэтому, если вот вы посещаете это место, то возьмите по первости сначала в один конец, а потом, если вы решите спускаться также на канадки, то приобретите еще билет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вот сюда пойти по дорожкам, можно спуститься дальше Красной башне к этим воротам таким, которые прямо в море. Вот. И дальше погулять, погулять и спуститься на тот пляж. Но наша сегодня задача попасть на пляж Клеопатры. Вот. Там покупаться, пообедать и просто позагорать на солнышке. Поэтому не будем терять сейчас время здесь. Забыли мы слинг плюс коляска безумно неудобно, сложно и тяжело. Будем идти к подъемнику и спускаться вниз. Погнали. Решили еще чуть-чуть пройти чуть дальше. Здесь видите очередные могилы. Хочу вам показать чувака, который вот сейчас дрон приземляет на землю. Я обычно дрон на руку сажаю, а он как-то так. И смысл в том, что, про что я вам сейчас чуть-чуть ранее говорил, он потерял сейчас дрон и резко побежал, потому что здесь вот эти обрывы и, допустим, ты вот отсюда запускаешь дрон, он у тебя считывает высоту 80 метров, например, при возврате домой и при потере. А когда он уже туда улетает, там-то пропасть и получается, что это 80 метров превращается, допустим, в 150. И он летит на 150 и просто врезается в скалу. Поэтому в таких местах, конечно, это делать вообще очень опасно и нужно обладать определенным опытом. Я, конечно, сразу же выставил себе высоту 200 метров возврата домой. но тем не менее, когда потерялась связь, я немножко очканул и думал, что как бы все. Мы пошли к паникулеру по другой дороге. Здесь такое здание. Архитектурное, красивое, конечно. Да, это чуть-чуть другая, получается, по правую сторону шли. Сейчас идем по левую, конечно, здесь тоже много что можно посмотреть. это все музеи, как я понял. Здесь можно позаходить в них, но как я понял, что музеи, они отдельно уже оплачиваются. Настя, нам сюда, пойдемте. Заходим, забегаем. Артем, чипс, давай. Чипс, если не успеешь, Вот я не успею. До свидания. До свидания, До свидания. Все, мы поехали обратно. Она огромная. Мы ничего не успеем долго посмотреть, потому что время еще устали. хотим на пляж, устали таскать колясками, ребенка и еще смотреть на старшими, Да. Тут история следующая. Сюда, вот если вы приедете, приезжайте на целый день. Не обязательно это делать на канатке, но лучше сделайте это на канатке, поднимите сюда, вот на ней и смотрите, я прервусь, покажу вам этот замечательный вид спуска. Круто. Красотичка. Такую красоту посмотри. Вот он, пляжка, я падаю. Там уже народу вон сколько собрало. слушай, да и здесь уже подтянулся. Жаришка, так что мы сейчас спускаемся, обедаем, идем купаться. Значит, я начал прерваться на том, что поднимите сюда на канатке, здесь все пройдите, во все пещеры позаходите, все изучите и дойдите до Красной Башни, все, у вас как бы та сторона будет пляжей. Если вам нужна будет обратно Клеопатра, просто возьмете там такси и пересечете вот эту как бы гору и все. А мы получается как бы туда уже сходили, спустились и сейчас обратно по горам полезли. Это конечно сложно, учитывая, что мы как бы тащим и не одного ребенка, а Настенька тащит. Мирончика, да, я про тебя рассказываю, а я тащу коляску. Нереально устали. Все, сейчас надеюсь, мы покупаемся, отдохнем как следует до вечера здесь и поедем домой. Субтитры сделал DimaTorzok